добрый день сегодня расскажу про такой вот кубик называется блэнкер куб или бланкер куб как его подписывают коробочка необычная такой раньше не было нарисована буква z с кубиком и кажется что это z куб а такое мы видели уже не раз z куб 3 на 3 стандартной трешки но как оказалось это производитель совершенно другой я нашел youtube канал где есть название этой головоломки называется он за их пазл ну и видимо буква z есть много есть а это пазл наверное так и тут минимум всякой информации сделано в китае детям до 6 не есть ну и все такое открываем не достаем кубик одного цвета кажется что же здесь собирать но если вы видели превьюшку то понятно что громко меняет свою форму и получается что это некий мир и бокс зеркальный куб по виду это три на три не можно искать здесь ходство с 3 на 3 мир и бокс но это не три на три это два на два а точнее полный аналог зеркального симметричного кубика два на два то есть вот это одинаковые головоломки только в этом в блэнкер кубики здесь труднее в таком собранном состоянии различить элементы на двушке стандартный симметричный сразу видно большой угол маленький угол симметричные одинаковые детальки это это и вот это ну и такие же вот одинаковые их видно здесь же их нужно поискать и формально блэнкер он потруднее чем симметричный 2 на 2 но собирается точно так же перемешаем он прежде чем перемешать посмотрим хочется поворачивать вот так вращается вот так вращается нижний слой уже вращается только вместе со средним правый слой также но если здесь аналогично я уже давно купил кубик все время про него забывал где-то в кучу коробок он лежал и вот достал сделал пару сборок потребовалось несколько минут чтобы разобраться что здесь и как вращается в итоге все оказалось просто я сначала находил вот этот одинарный уголок да и вокруг него строил остальное также можно как и в мир радужки вот в этой начинать с большого вот с этого давайте перемешаем что это было чтобы это все было видно так можно видеть там внутри строение именно 2 на 2 все вот вот этот центр вселенной этот маленький кубик то есть основа все остальное как бы навесное оборудование может причудливо менять форму и это интересно вот сразу видно крупный кубик 2 на 2 который никак не разделяется вот так мы вращать не можем этот уголок равносилен вот этому углу на зеркальном кубике обычном симметричном ну и также можно выделить самый маленький уголок вот он и это равносильно очевидно маленькому уголку и вот такие вот детальки их три штуки все остальные найдем вот еще одна это вот такой элемент но из четырех квадратиков плоские элементы вот такой видимо вот этот такой они не отделяются но визуально сделано очень хорошо вот эта прорезь глубоко наверно сквозь идет они склеены и поэтому не покрутив не отличить на глаз главка в принципе училась неплохая стоит в районе тысячи рублей наткнулся на не случайно на алиэкспресс и я не жалею что купил я не вижу в каких-то крупных магазинах кроме али и в продаже быть может еще поступить либо я плохо смотрел но купить может давайте берем относительно вот этого крупного поставим здесь пример вот этот элемент как-нибудь или вот этот интуитивных хотя нет вот сюда нужно поставить такой узенький не этот какой-нибудь вот такой да но встал не туда не захотел можно вот так вот вращать вращать вы либо понять что сюда нужен такой с одной стороны от большого кубика нужно такой плоский из четырех элементов с этой стороны нужен аналогичный он здесь вот по диагонали нужно узенький вот здесь вот вот крупный плоский узкий ну и сюда нужно добавить еще один плоский это узкий это плоский вот мы уже собрали нижний свой дальше можно положить вот эти все элементы вот этот неважно как стоит эти могут стоять как правильно так и неправильно уж непонятно какой стороной они лежат это точно нужно положить не можно на для этого использовать ну обычный пиф-паф либо какой-то ойл сделать возьмем вот так и делаем пиф-паф и они здесь выглядят интереснее вот он лег тут все перемешалось подворачиваем самый маленький уголок и делаем оставшись пиф-паф на нём не все тут я сломал будем чинить перекрутил пиф-паф и видимо любой где-то ошибся так вот из этих двух повернул давайте еще раз вот этих двух нужно положить один плоский и один узкий держим так не лег лег подворачиваем следующего делаем еще пару пиф-паф все легли ну и теперь их можно переставлять вот этот элемент возможно стоит на своем месте если его вот так вот перевернуть он станет как надо этот ну и очевидно должен стоять здесь ну а этот маленький надо его поставить сюда давайте вот эти два местами поменяем я использую этот и первых но можно и другой алгоритм из метода для начинающих кажется все собралось но как я сказал с этим не понятно что да как можно его еще отдельно разворачивать ну понятно что ни одного вместе с этим маленьким уголком опять берем налево делаем пару пиф-пафов лег и оставшиеся до 6 на маленьком уголке ну и все собрано собирается ровно так же как вот этот но чуть посложнее находить элементы которые нужны не сразу их видно задумка конечно неплохая но не сильно сложная это головоломка можно также собирать начиная именно с маленького уголка я поначалу делал так но оказалось что начинать с большого гораздо удобней ну в руках меньше элементов находится для разнообразия можно такое купить особенно если у вас нет зеркального 2 на 2 выглядит он конечно поинтересней кстати на том же youtube канале за пазл у него есть сравнение вот такой вот кубик который вращается просто как 3 на 3 с одинаковыми наклейками ну и соответственно блэнкер куб или бланкер на и естественно разные вдруг вам где-то попадется именно кубик с одинаковыми наклейками 3 на 3 это не то нужен блэнкер или бланкер куб спрашивал у google переводчика он на трех языках произнес бланкер наверно так и будем его называть бланкер куб вращается нормально не разваливается даже такой неплохой здесь пластик видео сделаны на 3d принтере тот конечно не такой приятный был неплохая головоломка нужна она вам или нет решайте сами на этом все всем спасибо всем пока